Сменим тему. Важная тема. Какой сценарий выберет Украина? Война на Донбассе может окончиться как минимум тремя способами. И вот говорят о хорватском варианте. Это победа и успешная евроинтеграция. Возможно новое Приднестровье. Еще одна непризнанная республика в Европе. И есть еще третий вариант. Вариант осетинский. Криминальный анклав на полном содержании у России. Давайте посмотрим Приднестровский вариант. Лариса Задорожная вернулась из Приднестровья и видела во что может превратиться Донбасс. 7.40 он подъедет, 7.40 он подъедет. Эта песня о нем. Поезд Одесса Кишинев когда-то отправлялся в 7.40. Сейчас он единственный, на котором можно добраться до Террасполя. Его пустили через Приднестровье всего пару лет назад. Закрыли, когда бонд были в Приднестровье. Официально вокзал Террасполя не значится ни в одном списке железнодорожных станций. В Приднестровье не признано никем, а значит и станции такой нет. В Приднестровье в кольце полублокады. Нас никто не признает. 200 километров севера на юг, 50 запада на восток. Кусок территории, который откололся от Молдовы в далеком 92-м. Днестр отделяет признанную миром Молдову от непризнанного Приднестровья. Река разделяет не только территорию, она прошла по человеческим судьбам. В Кишиневе латиница, в Террасполе кириллица. Там молдавский язык, тут русский. Кишинев идет в Евросоюз, Террасполь тянется к России. Воно нам-то не надо Европа. Пешеходный переход из Украины в Приднестровье. Если вы скажете, что вы гражданин Приднестровья, вас здесь не пропустят. Другое дело, гражданин Молдовы, тогда вам зеленый свет. Приднестровский паспорт у Валентина глубоко на дне дорожной сумки. Только на территории Приднестровья. Больше он нигде не принимает его. Как и у большинства, у него есть российский и молдовский. Многие получают еще и украинский. Просто мы не знаем, что завтра будет. Самый большой советский музей под открытым небом. Так Приднестровье описывают европейские путеводители. Живут похуже, наверное, чем у вас на Украине. Вот и Ленин, и герб с серпом и молотом, и гимн из советского ретро. Слов, которого, правда, никто не знает. Илюша, ты не знаешь гимн Приднестровья? Нет, никто не знает. Цензура тоже, как в СССР. Оппозиции нет, нет иностранных банков и банкоматов, мобильная связь с перебоями. Первое, что бросается в глаза на улицах одни старики. Все в городе, в Москве, где есть работа. Или в Украине, например, здесь, на границе в Одесской области. Идите даже в любой другой магазин, они везде работают. Все с Приднестровья. Вести бизнес в Приднестровье почти невозможно. Двойная растаможка, двойные налоги в Террасполе и Кишиневе. С Приднестровской пропиской на европейский рынок не выйдешь. Как свободную продукцию можно продать, а так через Кишинево у нас все оформляют. По всему Приднестровью разбросаны блокпосты российских войск. В Террасполе их называют миротворцами, в Кишиневе – непосредственными участниками конфликта. Находится незаконно в нашей территории. И мы постоянно настаиваем на том, чтобы эти военные покинули нашу страну. А Россия есть интересующая страна. И она не скрывает. Она наоборот помогает финансово, поддерживает, создает практически вот этот режим. Россия доплачивает приднестровским пенсионерам по 15 долларов в месяц. Отдает газ Террасполю в пять раз дешевле, чем Кишиневу. И не требует оплатить долги. Зачем захватывать всю страну, когда можно контролировать небольшую территорию, без которой, скорее всего, будет очень сложно говорить серьезно о вступлении в Евросоюз. Как вернуть Приднестровье – топ-тема на молдовском телевидении. Пути пока не видно. Состязаться с Россией получается плохо. Приднестровье остается серой зоной вне законов. Террасполь, Кишинев, Европа – шелковый путь для контрабанды. Мы говорим здесь не только о трафике, скажем там, товаров, в том числе и человеческих людьми. На Приднестровском же телевидении последние месяцы новая тема. Как защититься уже не от Кишинева, а от Киева. Россию видят снова в роли спасительницы. Защитить нас от, допустим, от вторжения, опять же, с Украины к нам. Десять российских каналов и один местный. Поэтому Приднестровье и видит врагов со всех сторон. Молдовские каналы здесь отключили давно. Лариса Задорожная, Светлана Трунова, Игорь Антонюк. Подробности недели Одесса, Террасполь, Кишинев.